По личному вопросу на прием руководителя района и администрации пришла Нина Мусарова. Спутниковую антенну Триколор с крыши ее дома буквально снесло падающим снегом. Проблемы начались после капитального ремонта кровли. Конечно, ремонты у нас всегда рады. Однако для жителей дома номер 11 поселка Литвинова новая двускатная крыша стала причиной ряда проблем. Их обсудили на личном приеме Алексея Валова, прошедшем в поселении Трубинское. Снег падает, свернулся у меня из спутниковой антенны. Кто его будет восстановлять, я не знаю. Снегозадержатели на крыше стоят только над козырьками подъездов. В то же время по периметру дома идет газовая труба, за которую жители тоже переживают. Алексей Валов обещал не только компенсировать починку антенны, но и решить проблему с крышей в целом. Мы назначим комиссию, проверим. Это будет летом, не сейчас. И определимся, каким способом внести проект изменения или сделать проект с изменением в плане снегозадержания. Как обычно, не обходится на приемах в поселениях без дорожных проблем. Обратилась жительница с просьбой создать пешеходную зону на Фряновском шоссе около реки Гречушка. Оказалось, Мосавтодор уже взялся за решение проблемы. Для начала на шоссе должен появиться пешеходный переход. Сейчас получу ответ. Мы с Автодором, когда будут проводиться работы, предварительно, как только появится проект, передам Виктору Николаевичу, он с вами встретится. Отдельно руководитель районной администрации встретился с инициативной группой жителей дома номер 14 поселка Литвинова. Ситуацию с домом администрация района отслеживает уже давно. Здание, построенное более двух лет назад, до сих пор не сдано в эксплуатацию. Тем не менее, владельцы квартиры дом потихоньку обживают. Сейчас решается вопрос с теплоснабжением, выделением участка под газопровод и вводом в эксплуатацию котельной. Котельник должен был 20-го, приедет в марте в начале, в феврале должен был приехать у них реорганизация, организация частично. При этом в марте числа 10-го, какого, 15-го, инспектор, который приниматель. На сегодня все документы имеются к тому, что эта котельник имеет право быть и работать. Как есть из тех отрывочных сведений, которые я получаю в процессе работы, я думаю, что в первом квартале этого года состоится. Вот эксплуатацию 14-го дома. Также прозвучал актуальный для сельского поселения вопрос строительства станции обезжелезивания. По словам жителей села Трубино, норма содержания железа в питьевой воде там превышена. Есть определенные документы, я обязательствую своих специалистов отработать вместе с водоканалом эти документы, чтобы мы вошли в программу 2017 года на строительство ВЗУ. Озвучили на приеме также вопросы капитального ремонта и развития социальной инфраструктуры в поселении. Всего на встречу к руководителю районной администрации пришло порядка 20 жителей.